Подобную картину здесь можно увидеть каждое воскресенье. Граждане, ваши действия не согласованы с органами исполнительной власти. А можно мне сходить в магазин по этому парку? Или надо согласовывать? Мы здесь живем, вот дома наши. Почему мы должны все терпеть? Ой, бажут, бажут! Все дело в этом кресте, установленном в центре парка Торфянка на севере Москвы. По мнению местных жителей, он символизирует собой не только строительство храма, но и власть. За возведение церкви выступают несколько десятков верующих. А жители домов, расположенных возле парка, наоборот, пытаются это строительство предотвратить. В этот раз советскими песнями. Я хожу, читаю о качестве, прошу об этом Господа Бога. Я хожу, исповедуюсь. Здесь идет противостояние между Россией и тем, кто хочет Россию, и те, которые хотят разрушить государство. Это те люди, которые реально неправославные, так православные себя не ведут. Мы гуляем, они... На территории парка. Да, на территории парка поем, гуляем, играем. Летом у нас здесь дети обливаются, рисуют мельками. Они играют, гуляют. Они... А где еще гулять, скажите? Местные жители говорят, что в районе и так уже много церквей. И в случае возведения нового храма, половина парка станет недоступной для прогулок. Еще один повод для критики. Зеленых насаждений в Москве и так не очень-то много, а у церкви недвижимости и так хватает. Протестующие выступают и против церкви в целом, которая в России, по их мнению, усиливает свои влияния. Получают от государства помощь и пользуются поддержкой полиции и СМИ. Добраться до святыни. Так, например, прокремлевский телеканал НТВ назвал местных жителей опасными сектантами, заявив, что власти принимают против них правильные меры. Некоторое время назад несколько человек были задержаны. Их заподозрили в экстремизме. Сергей Макаркин называет эти обвинения абсурдными. В его квартире и квартире его матери провели обыск. Без постановления суда и без свидетелей. Полный произвол, говорит Сергей. Я, в общем-то, плохо сплю и давление у меня пошаливает. И тут я усну, вроде бы. Звонок. Дверь полиции. В 6 часов утра ровно. Они вошли. Я считаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь человек. По целью данной акции, данного обыска, было запугать тех, кто выступает против. А что говорит церковь? Крест в парке – символ христианства. И получается, что тот, кто выступает против, выступает и против основной религии в России. Тем временем, русская православная церковь говорит, что ищет альтернативный участок земли. И даже готова уступить парк, но настаивает, чтобы крест остался. В нашем мире очень важно найти и защитить основы христианской цивилизации. Российское общество прошло через период, когда старые традиции подавлялись во времена Советского Союза. Мы пытаемся их возродить. В первую очередь, это традиционные семейные ценности, которые очень важны в России. Противники строительства храма не имеют ничего против семейных ценностей. Они беспокоятся о своих гражданских свободах, которые они пытаются защищать. В этом микроавтобусе они посменно дежурят на случай, если прибудут бульдозеры, чтобы начать возведение церкви. Я теперь пишу книгу. А что вам инкриминируют? Миш, что вам инкриминируют? Нарушение установленного порядка организации. Возьмите. Но сперва необходимо защитить единомышленника. Он был задержан днем. Активисты Торфянки подавлены. Им приходится платить огромную цену за гражданское неповиновение в сегодняшней России.